Чайки и пантеаки, полуторки и тетрациклы в Выборге сегодня открыли крупнейший в России музей ретроавтомобилей. Такой коллекцией восхищаются даже американцы, хотя у них в Детройте тоже есть свои галереи раритетных авто. Почему, знает Алексей Морачев. В приграничном Выборге немало исторических памятников, но сегодня здесь появилась еще одна достопримечательность. Это музей ретроавтомобилей. Глядя на эти экспонаты, можно изучать и научно-технический прогресс, и моду, и отношения между великими державами. Кажется, в Выборге до сих пор не могут поверить, что на въезде в их небольшой город может появиться здание, в котором будут собраны десятки уникальных автомобилей. Областное городское руководство долго произносило речи, а символические ножницы для перерезания ленточки везли через весь зал. В новом музее около 150 автомобилей. Самые ценные из них относят к периоду так называемого Детройтского барокко. Времени, когда мощности послевоенной американской экономики позволяли каждому обывателю почувствовать себя Элвисом Пресли. При желании владельца сделать себе кабриолет. Важно, что топ есть, специальная кнопочка вот здесь находится, нажатием на которой седан превращается в течение минуты в открытый автомобиль. То есть крыша полностью убирается в багажник, крышка закрывается, и у вас получается четырехместный открытый автомобиль. Привычные для каждого американца автомобили в Советском Союзе были только у избранных. В музее есть Линкольн Леонида Брежнева и Пантеак Юрия Гагарина. После того, как эти автомобили потеряли своих первых хозяев, они пылились в ведомственных гаражах, а потом перешли к коллекционерам. В конце концов, все решили, что их нужно показывать людям. Условия у меня дома, они не позволяли их хранить в таком виде. Более того, мне всегда очень хотелось, потому что я ведь посвятил много лет своей жизни восстановлению, мне всегда хотелось, чтобы поделиться этой радостью вот с вами со всеми. Вот исходя из этих двух условий, я с удовольствием поставил свои автомобили, вот все остальные поступили точно так же. Сама идея музея ретроавтомобилей возникла год назад. Выборги рассчитывают, что уникальные машины привлекут в город новых туристов. В Финляндии это самая продвинутая страна в плане ретро, особенно Америки, в 50-х. Она вся ездит на Америке в 50-х. Для Финны это такой подарок, где увидеть под одной крышей, сразу у них раз в год это проходит в Хельсинки. Но она вот такая трехдневная, а здесь можно целый год, круглый день, можно там день и ночь, если надо, мы будем открывать и ночами. Как говорят кураторы музея, экспозиции будут постоянно обновляться. В России еще есть немало коллекционеров, которые готовы показать то, чем они обладают. Алексей Морачев, Виктор Корецкий и Дмитрий Серкин. Последнее известие. Выборг.